В Адлере благоустраивают улицы и разгружают дороги. Ко дню города там завершится строительство новой трассы. В поселке Сергей Поле появится свой дом культуры. Об этом стало известно на встрече мэра с местными жителями. Скульптурных композиций в Сочи должно быть больше. Инициативы горожан приветствуются. На совете по культуре обсудили и подготовку ко дню города. На Сочи автодроме праздник дрифта. Лучшие российские пилоты гоночных каров приехали сразиться за кубок чемпионов. Кубань и Швейцария стали ближе. Вениамин Кондратьев и руководитель кантона Тичина подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в присутствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Согласно документу, партнерами Краснодарский край и швейцарский кантон будут в шести сферах. В первую очередь это сельское хозяйство, промышленность, экономика и туризм. Можно сказать, создана определенная юридическая правовая база для расширения сотрудничества между двумя регионами. Краснодарский край это один из крупнейших регионов России, который обладает огромным экономическим инвестиционным потенциалом. Это крупнейший сельскохозяйственный регион. И я уверена, что с подписанием этого соглашения отношения между Кантоном, Течиной и Краснодарским краем выйдут совершенно на иной качественный уровень. Международное сотрудничество имеет не только экономическое инвестиционное измерение, оно имеет и гуманитарное измерение, что очень важно для укрепления дружбы, взаимопонимания между нашими странами и народами. Документ был подписан в швейцарском городе Берн. Там прошел рабочий день главы региона. В рамках визита Вениамин Кондратьев накануне провел ряд встреч и принял участие в сессии экономического форума. Интерес иностранных бизнесменов к Краснодарскому краю сохраняется даже несмотря на внешнеполитическую обстановку, отметил глава региона. Кубань сегодня один из лидеров в России по привлечению инвестиций. Регион сотрудничает с десятками стран со всего мира. Так, например, на недавнем форуме в Сочи с иностранным инвестором было подписано соглашение на сумму около 6 миллиардов долларов. Европейский инвестор поверил в Россию, поверил в Краснодарский край, поверил в политику и гарантии президента Российской Федерации о инвестиционной безопасности любого инвестора, который приходит в Россию или в частности к нам, в Краснодарский край, невзирая на санкции и вот те политические проблемы, о которых сегодня здесь все время говорили. Такая экономическая ниша, как Россия, не может остаться пустой и не может остаться без партнеров. Поэтому, если мы не найдем партнеров в Европе, то мы найдем их в других странах мира. Но выиграет ли от этого европейский бизнес или проиграет то же самое, ответьте себе честно и искренне. На территории Краснодарского края сегодня уже работают 22 швейцарские компании и регион рассчитывает на развитие этих деловых отношений, акцентировал Вениамин Кондратьев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Аллея олимпийской славы появилась в Краснодаре. Около стадиона Кубань сегодня высадили первые 15 деревьев. Платанами увековечат имена олимпийских и параолимпийских чемпионов. Идею предложил глава региона на встречу с кубанскими спортсменами после летних игр в Рио-де-Жанейро. Участие в высадке деревьев приняли прославленные атлеты, тренеры и учащийся спортшкол. Сейчас в Краснодарском крае 80 призеров Олимпиад. Именными деревьями планируют высадить весь парк рядом со стадионом Кубань. Международный инвестиционный форум Сочи-2017 состоится в феврале. Правительство приняло окончательное решение о переносе сроков. Об этом заявил журналистом вице-премьер Дмитрий Казак. Ранее Казак называл возможность переноса сочинского форума на февраль идеей очень привлекательной. И с точки зрения интересов участников форума и максимального задействования летней инфраструктуры в зимний период, сообщает ТАСС. Губернатор Краснодарского края, комментируя перенос международного инвестиционного форума в Сочи на февраль, отметил, что регион сделает все возможное, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне. В Адлерском районе Сочи благоустраивают улицы и разгружают дороги. Ко дню города в самой южной части курорта завершится строительство новой дороги, благодаря которой планируется ликвидировать пробку на выезде из чайсовхоза, расскажет Инга Габешия. Благоустройство, контроль за санитарным состоянием и приведение объектов к единому архитектурному облику – это та работа, которая на курорте проводится ежедневно. Но есть еще улицы в городе, где архитекторам и дизайнерам необходимо активно поработать. В Адлерском районе эта улица кирпичная. Несмотря на то, что считается она промышленной, выглядеть должна ухоженной, подчеркивает мэр Сочи. От департамента оформления и дизайна городской среды Пахомов требует подготовить эскиз обновленной улицы. Притом все буквально, обратите внимание, до мелочей. Явно видно, что район постарался, подубрал, но и то не смог, убирал, но до конца довести не смог. Поэтому теперь надо это сделать. Остановки, асфальтовое покрытие – все это тоже необходимо обновить. А вот витрины, подъезды и заборы – это уже вахта самих горожан. Здесь за содержание и уход должны отвечать непосредственно адлерцы и управляющие компании. Полным ходом идет и решение давней и острой проблемы – пробки на выезде с Гастелло на улицу Ленина. На стыке этих улиц хронический затор из машин, выезжающих из окрестных сел на центральную автотрассу, а также автотранспорта, двигающегося в сторону Сочи из центра Адлера, из аэропорта Красной Поляны и от границы с Абхазией. Власти курорта видят выход из ситуации в строительстве новой объездной дороги. Часть транспортного потока с Гастелло, Кирпичное, Петрозаводской, Чайсовхоза планируется направлять в район улицы Православной и по ней до выезда на федеральную трассу в районе кафе «Олеся». Строительные работы сейчас идут полным ходом. Сегодня полтора километра новой дороги уже мы видели построено и до дня города будет отремонтирована вся улица Православная. Таким образом у нас появится возможность пустить практически весь легковой транспорт не по улице Гастелло, а вот в объезд на улицу Православную и здесь вот выехать уже на федеральную дорогу. С учетом того, что мы эту дорогу строим, мы просим, чтобы жители понимали, что домовладение в разы увеличится в стоимости, а это значит, что сейчас они должны правильно понять, что надо привести к архитектурному облику свои объекты. Технические и организационные моменты, а также сколько полос будет на новой дороге, будут решать сотрудники ГИБДД, а дорожники продолжают искать альтернативные проезды для разгрузки адлерских дорог. Мы легковой транспорт с улицы Гастелло пустим в район, выезда будет в районе Олеся и со временем в районы Известия смогут легковые выезжать с улицы Гастелло. Также рассматриваем проезд с Гастелло на аэропорт по улице Банановой, как вариант выезда людей в ту сторону, в то направление. Также хочу сказать, что по Адлерскому району еще ведутся работы по восьми улицам, которые у нас в планах ремонта стоят. Расширение и строительство новой, как называют ее специалисты, технической перемычки, которая призвана решить проблему пробок в центре Адлерского района, в стадии завершения. В тестовом режиме дорогу запустят совсем скоро. Дорожники планируют открыть объект раньше запланированного срока. Инга Габеши, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В поселке Сергей Поле Лазаревского района появится свой дом культуры. Об этом стало известно накануне в ходе встречи главы города с местными жителями. На первом этапе будет подготовлена проектная документация. Если она пройдет экспертизу, то уже через год строители приступят к возведению здания. Обсуждали на сходе и другие насущные вопросы. В частности, говорили о ситуации с изменением схемы движения при выезде из села. Мера, необходимая для развития курорта, подчеркнул мэр. И с ней жители должны смириться. Никакие протесты, тем более несанкционированные митинги, не должны вредить имиджу Сочи. Речь шла о блокировании 5 октября местными жителями федеральной трассы из-за изменения разметки. Закон для всех один. И для мэра города, и для человека, который импульсивен и горяч. Но закон, он требует одного – порядка. Есть порядок. Не нравится – ошибка. Но есть прокуратура. Если кому-то в голову сбредает, что надо перекрыть и ухудшить, там же люди едут. Скоро. Публичные мероприятия нужно всегда согласовывать. Это обязательно. А за несогласование есть и административная ответственность, и есть уголовная ответственность. Люди будут наказаны. Изменения при выезде из Сергея Поля на федеральную трассу произойдут, причем кардинальные, подчеркнул мэр. В частности, до конца года будет снесен один из торговых объектов. Это позволит добавить на этом участке дороги четвертую полосу. Более того, уже сейчас с юристами прорабатывается вопрос о полной ликвидации торговли на этом участке автотрассы. По мнению экспертов, это позволит полностью забыть о заторах в этой части города. Говорили на встрече о ремонте дорог, качестве вода и энергоснабжения. Что касается последнего, то до конца года сельчане должны забыть о перепадах напряжения, так как главную причину – покосившиеся столбы и старые кабели – в этом населенном пункте заменят. Подняли вопрос и отсутствие мест для захоронения на местных кладбищах. Глава города потребовал ускорить процесс выделения нового земельного участка под погост. Решится в ближайшее время и вопрос с газификацией местной школы, пока она на печном отоплении. Анатолий Пахомов дал поручение финансовому управлению выделить деньги на проект. И к 1 сентября 2017 года учебное заведение должно уже перейти на голубое топливо. Более 9 миллионов рублей столько штрафов наложили на сочинских предпринимателей, которые не заключают трудовые договоры со своими сотрудниками. Такие цифры сегодня озвучили на очередном межведомственном совещании по неформальной занятости. На видеосвязь с мэрией вышли все районы курорта. В залы городской и районных администраций пригласили предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность с нарушениями трудового кодекса. Они не оформляют своих работников, как этого требует закон, а значит уклоняются от уплаты налогов. Городской бюджет недосчитывается денег, которые должны идти, например, на оплату содержания детей в детских садах, на строительство школ или ремонт дорог. Ну а сами неоформленные работники рискуют в будущем получать минимальную пенсию или, например, не смогут рассчитывать на декретные или больничные и даже на кредит в банке. Кроме того, это еще и вопрос безопасности. Есть решение антитеррористической комиссии города, где четко принято, что все работодатели, принимая на работу работников, обязаны, прежде чем принять, согласовать, а отдать на проверку полицию этих лиц, чтобы ему сообщили. Это его дело принимать потом на работу, не принимать. Но знать о том, кто он такой, сколько у него судимости, за что эти судимости работодателю надо. Сегодня состоялось уже 21-е заседание специально созданной межведомственной комиссии по неформальной занятости. Свою эффективность она доказала не только на бумаге. Так, в начале этой работы было выявлено 70 тысяч человек, которые трудились без договора и были лишены социальных гарантий. Сейчас цифра уменьшилась значительно. Таких сочинцев, работающих в тени, осталось 26 тысяч человек. Таких скульптурных композиций, как, например, к фильму «Бриллиантовая рука» около сочинского морпорта, должно быть больше. Инициативы сочинцев приветствуются. Об этом заявил Анатолий Пахомов на Общественном совете по культуре. Речь в первую очередь шла о подготовке ко дню города. Слово Елене Овсецыной. Не секрет, что имиджевые культурные мероприятия города привлекают на курорт дополнительных гостей даже в межсезонье. Сегодня Анатолий Пахомов поблагодарил Городское управление культуры за организацию и проведение в Сочи всемирных хоровых игр и международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Все, кто был причастен к этим событиям, получили сегодня благодарственные письма главы города. Затем Общественный совет приступил к обсуждению подготовительных мероприятий ко дню города. Он будет отмечаться не одним днем, начнется все с 18 ноября в пятницу. Главная задача, которую мы должны с вами обсудить сегодня, это то, как мы будем проводить день города. Вот как раз день города – это праздник для горожан. И горожанами. Во-первых, будут награждены самые лучшие кадры города. Лучший учитель, врач, Тосовец, председатель СТСЖ, лучшие семейные династии. Будут подведены итоги творческого конкурса, а также названы победители в номинациях «Лучший дом», «Двор», «Балкон». Объявят и те, кто претендовал на звание почетных гражданин города Сочи. Выберут и самого улыбчивого, милосердного, добродушного сочинца. Аппарат казаков состоится от Зимнего театра до Южного мола. Там развернется этно-фестиваль, организованный силами местных национальных общин. Сочинские поэты Уратон де Морпорта будут читать стихи, а музыканты играть на пианино. Музыкальные инструменты установят на разных площадках города. Глава города считает, что городские мероприятия могут привлекать в Сочи отдыхающих. Мы просим, чтобы эти все мероприятия были учтены в турпродукте. Те туристы, которые к нам приезжают, они должны знать, куда пойти. Подведут итоги традиционного творческого конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок», финал которого в этом году пройдет 19 ноября в 15 часов впервые в Зимнем театре. Кроме того, запланировано в рамках проведения Дня города свыше 20 спортивных мероприятий. А волонтеры серебряного возраста и все желающие примут участие в акции по высадке в орнитологическом парке «Эвкалипто». Состоится презентация новой книги Виталия Гнатенко «Переломный момент в судьбе России». Празднование будет проводиться во всех районах города. Подготовлены подарки адреса, например, сквер желаний, цветочные композиции, детские и спортивные площадки. Глава города просит инициативных горожан вносить предложения относительно установки новых памятных скульптур в городе, как, например, по фильму «Бриллиантовая рука», где постоянно фотографируются люди. Завершится праздник специальным уроком во всех школах под названием «Я люблю Сучи» и традиционным крестным ходом от храма Михаила Архангела по улице от Женикидзе до площади Южного Мола. Говорили на Общественном совете по культуре при главе города и о предстоящем карнавал лета. Оно будет проводиться в рамках открытия активного летнего курортного сезона в следующем году, 27 мая, и планируется стать праздником всей страны. Что касается сути карнавала, вот здесь немножечко меняется. Что мы придумали? Шествие будет к символическим южным воротам. Они действительно будут построены, эти огромные красивые символические ворота, с открытием которых будет открыт курортный сезон Сочи. Майское карнавальное шествие пройдет с привлечением большего количества участников. Парад пройдет по курортному проспекту и будет продлен до парка Ривьера с организацией двух трибун для зрителей. Будет и городская колонна, в которой может участвовать любой житель города при одном условии – в карнавальном костюме. Так что времени сшить себе праздничный наряд еще достаточно. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Сочинский художественный музей отметил двойной юбилей. 80 лет назад по проекту архитектора Жолтовского было построено здание для административного центра уполномоченного ЦИК СССР. В нем ныне и расположен музей. А 40 лет назад музей открыл двери для сочинцев и гостей курорта. По случаю круглой даты сотрудники Сочинского художественного музея подготовили юбилейную экспозицию, включающую в себя 100 произведений живописи и графики из коллекции музея, которые ранее не выставлялись. Это работы советских художников 20 века, среди которых такие известные мастера, как Дейнека, Низский, Григорьев, Игумнов и многие другие. На полотнах разных лет изображены живописные виды Сочи, Москвы, Петербурга и других городов страны, а также индустриальные пейзажи, портреты и натюрморты. Выставка продлится до конца года. На Сочи-автодроме праздник дрифта. Лучшие российские пилоты гоночных каров приехали на курорт, чтобы сразиться за Кубок чемпионов. В соревновании помимо профессиональных дрифтеров из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Краснодара и других городов принимают участие чемпионы Белоруссии и Украины. За тренировочными заездами сегодня наблюдала наш корреспондент Татьяна Говоркова. В этом месте заканчивайте свой дрифт на финишной линии и спокойно проезжайте через эту арку, не дрифтите. Перед выходом на трассу подробный инструктаж. Пилотам показывают на схеме линию разгона, место заноса и финишную черту. Пока водители знакомятся с особенностями новой для многих трассы, в гаражах идет активная подготовка каров. Каждая машина должна соответствовать регламенту соревнований. Классический дрифт это всегда мощная заднеприводная машина с механической коробкой передачи. Без тюнинга здесь не обойтись. Кузов кара должен быть максимально облегчен. Для этого все возможное заменяется на карбон. Также не обойтись без жесткой и низкой подвески, легкосплавных дисков, низкопрофильной резины, воздухозаборников или, как их называют, диффузоров и, конечно же, мощных лошадей под капотом. Трасса Сочи-Автодром самая подходящая, чтобы выжать из автомобиля максимум. Машина – это продолжение себя, говорит профессиональный пилот из Москвы Евгений Ружейников. Сочи-автодром впервые принимает такого рода соревнования. Да и для каждого участника российской дрифт-серии это первая возможность получить максимум удовольствия от заносов на Королевской трассе. Кубок чемпионов РДС станет настоящим праздником для поклонников гонок. Срители увидят близкий парный дрифт, скоростные постановки, эффектные заносы и, конечно же, кубометры дыма из-под колес. Вот так видят пилоты трассу из салона своего гоночного кара. Это отнюдь не прогулки с ветерком, а экстремальная езда с запахом и даже вкусом, отлетающей из-под колес резины. За рулем известный пилот РДС Аркадий Пучинин. Говорит, резину здесь можно убить не сразу, но дрифовать на этой трассе нелегко. Сейчас мы сделали по нашим меркам много кругов, наверное, порядка 5-6. Обычно резина заканчивается кругом за 2-3. Так что, можно сказать, в расслабленном состоянии получаем удовольствие. Самое тяжелое – это сохранить темп. То есть здесь с самого начала трассы надо максимально разогнаться и сохранить этот темп до конца трассы. А это в данных условиях не так просто. Гоночная трасса в Сочи была выбрана по нескольким причинам. Профессионализм, команды автоспортивного комплекса, развитая система безопасности и современное техническое оснащение. Этот этап пробный, а на следующий год я очень надеюсь, что мы сделаем его постоянно. С точки зрения судейства мы самый топовый уровень сейчас обеспечиваем. Плюс, естественно, наши опытные судьи. Здесь на уровне самых высоких мировых стандартов безопасность, поэтому здесь ребята не боятся нажимать волный газ, как говорится. И здесь скорость сейчас, я думаю, вы сами увидите, потрясающая вообще. Кстати, в судейской бригаде работает опытный судья из Японии Хироки Фурусе. Он дает рекомендации пилотам после тренировочных заездов. Увидел сегодня много ошибок. Здесь слишком большой угол, чтобы обратно выставить тоже большой угол. Это очень сложно. Поэтому здесь с небольшим углом как можно больше зарядить машину и загрузить зад, чтобы сюда нормально залететь. Официальное открытие Кубка чемпионов состоится в субботу. Билеты можно приобрести на сайте РДС. Детям дошкольного возраста в сопровождении родителей вход бесплатный. Зрители, у которых есть доступ в сервис парк, смогут пообщаться с участниками российской дрифт-серии и сфотографироваться с ними. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи на склонах горнолыжного курорта Роза Хотор начались соревнования для самых выносливых даже среди легкоатлетов. Сегодня Кубок России по горному бегу вверх, а завтра Чемпионат России по длинному горному бегу. Уклоны и рельеф склонов Красной поляны идеально подходят для этого вида спорта и выдерживают все международные стандарты. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции. В соревнованиях в дисциплине горный бег легкой атлетики предусматривают скорейшее достижение финиша по четко обозначенной трассе с определенными параметрами по подъемам и спускам. Трасса исключает любую опасность. Кроме того, в Сочи соблюдено и одно из приоритетных международных требований – проведение соревнований в условиях живописного ландшафта. Во всем мире есть такая тенденция, что горнолыжные курорты зимой обслуживают горнолыжников, а летом многие из них принимают соревнования, в том числе и по горному бегу, потому что у них имеется достаточно хорошая инфраструктура, которая всех устраивает, и те уклоны трасс, которые там существуют для горнолыжников, они подходят и любителям горного бега. Чемпионат России по длинному бегу пройдет по дорожке от ресторана «Шале» вдоль склона до начала подъема к Хмелевским озерам и далее на Плато. А дистанция Кубка России по бегу вверх вдоль канатной дороги до станции «Роза-Пик». Так что все, кто будет в тот момент на подъемнике, станет зрителями соревнований. Там уже то место, по которому будут завтра бегать, бежать спортсмены, уже почти освободилось от снега, потому что там прошли водоциклы. Так что трасса готова. Для Сочи это новый вид спорта. Наши немногочисленные атлеты участвуют в подобных забегах, но к финишу приходят, как правило, последними. Я уже бежала эту дистанцию. Очень понравилось. Очень сложно, но это и хорошо. В этом заключается горный бег. Что касается сочинских легкоатлетов, то воспитанников первой спортивной школы, например, для тренировок устраивают и мацестинские склоны Орлиных скал. Тем, кто серьезно увлечется горным бегом, обещали улучшить условия для тренировок. Возможность есть. Департамент физической культуры и спорта выйдет на руководство «Роза-Пута» с целью обеспечить на самоплеводных и безвозмездных условиях допуск на территорию. Старт соревнований по горному бегу уже дан. В перспективе у Сочи выход на международный уровень. И если до соревнований по трейл-раннингу будем бежать еще не один год, то для проведения одного из этапов Кубка мира уже есть все условия. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...